Наше увлекательное путешествие по Англии продолжается и сегодня отправляемся в известный город Бас. Он расположен где-то в 100 милях от Лондона, на юго-западе Англии и в северо-восточной части графства Сомерсет. Мы заказали индивидуальную экскурсию и сегодня отправились в эту дальнюю дорогу. Самое сложное было выехать из Лондона, были большие пробки. И вот мы уже здесь, в этом замечательном городе. Погода менялась много раз за время, пока мы ехали. И сюда мы приехали в дождь, который закончился буквально за 5 минут, хотя еще часть города была покрыта облаками и был виден дождь. Мы остановились в очень известном месте. Здание построено в виде полумесяца и название ему Royal Crescent, то есть здание Королевский полумесяц. И в городе довольно много таких старинных зданий построено георгианском стиле. Это здание носит название The Circus и здесь находится очень красивая площадь со старинными деревьями. И все эти здания находятся под охраной закона и являются историческим наследием Англии, а может быть даже и всего мира. А это здание аббатства West Abbey и находится в самом центре города. Улица еще мокрая от недавнего дождя, все покрыто лужами, но это не мешает нам любоваться этими каменными кружевами этих красивейших зданий, старинных красивых зданий. И мы прогуливаемся по центральной улице города Бас. И приходим в то место, которое собственно и дало название этому городу. Это римские бани. Здесь есть горячие источники. Самая высокая температура это 46 градусов по Цельсию. И в те давние времена, когда это была еще Римская империя, римляне, которые очень уважают и любят бани, развлечения в банях. Построили здесь римские бани, которые существуют до сих пор. И конечно же это излюбленное место посещения туристами. Здесь много туристов, можно подойти к бассейнам поближе, здесь много скульптур, каждые скульптуры обозначены. Это и Цезарь, и другие высокие чины Римской империи тех времен. Все очень хорошо сохранено, все скульптуры с не отбитыми носами и руками целые. И по традиции всех туристов делаем фото на память. Здесь несколько вот таких вот бассейнов. В каждом бассейне температура воды немного разная. Вода цвета такого зеленоватого. Это потому, что вода насыщена минералами, выходит из метр земли и выносит на поверхность эти минералы, которые окрашивают воду. И кстати здесь есть даже немножко запах сульфат, он сульфатный как серый, запах серый. Ну а запах серы всегда у нас ассоциируется с запахом преисподней. Здесь существует легенда, что здесь есть привидение. Вот он запах серы наверное воздействует на мозги и приносит такие мифы. Здание состоит из нескольких этажей. Есть специальные ванны, которые на других этажах, а на самом нижнем этаже вот эти вот большие водоемы, как бассейны с минеральной водой. И даже можно увидеть откуда вода выходит и приходит в эти бассейны, как они наполняются. То есть природные источники. А так как все находится в прекрасном состоянии, сохраняется, то сразу можешь себя ощутить в те древние времена, сидящие на такой лавочке, закутанной в тогу и попивающие вкусное вино. После принятия водных процедур вот в таком бассейне. И вот кстати можно увидеть, как вода прибывает в этот бассейн. Вот он природный источник, он такого оранжевого цвета, там наверное есть и соединение железа в воде. И к тому же какие-то полезные минералы. Походив по всем этажам римских бань, полюбовавшись этими бассейнами, источниками, мы выходим в город. У нас еще есть немного времени, потому что наш шофер нас будет встречать где-то в определенное время, мы договорились, а мы идем знакомиться с городом. Город выглядит очень симпатично, много пешеходных улиц. Старинная архитектура в римском стиле, очень самобытный город. Конечно же в центре помимо этих римских бань, музеев, аббатства, здесь еще много привлекательных мест для туристов, много магазинов. Это центральная такая часть, где можно купить сувениры и всякие интересные вещи. И уже начало вечереть, уже зажигают свет, освещаются витрины для того, чтобы привлекать туристов. И несмотря на то, что был дождь днем, еще сырой асфальт, сырые дорожки, все равно очень приятно прогуляться по этому симпатичному городу. Это действительно жемчужина Англии. Англия хранит столько интересных секретов, и эти горячие источники один из них. Конечно же городок небольшой, а в центре сосредоточены все самые туристические лакомые местечки. Это аббатство, это памп-рум, это там, где римские бани находятся. И все туристы здесь и гуляют. Пока еще световой день не закончился, время прогуляться, сделать фотографии, полюбоваться этой красотой. Город окружен высокими холмами, здесь есть река, здесь есть красивый мост. Палкни Бридж, сохранившийся со времен Римской империи. А мы прогулялись по городу, продолжили знакомство с этой жемчужиной Англии, зашли в кофейню, привлеченные вкусным запахом, выпили очень вкусный кофе, заглянули на рынок. Рынок до сих пор еще работал, хоть и уже и стало темнеть. Здесь есть городской транспорт, потому что вокруг центральной части, собственно, и расположен город, где живут жители этого города. А центральная часть небольшая, очень много туристов, очень много туристических автобусов, ну, потому что город очень красивый, и сюда обязательно, это как бы обязательно, место обязательно для посещения туристами, если ты хочешь познакомиться с Англией получше. Еще до нашего путешествия, до приезда в Англию мы слышали про этот город, и поэтому мы запланировали экскурсию сюда, и мы остались довольными. Здесь есть музей костюмов, есть центр Джейн Ости, мы его не посетили, но прогулялись рядом. Прогуляться по улочкам этого старинного города, это тоже большое удовольствие. Я надеюсь, вам тоже это понравится. Наслаждаемся этой прогулкой. Наше пребывание в этом замечательном городе подходит к концу. Мы насладились на все 100% этой поездкой, очень нам все понравилось. И назад дорога в Лондон, вдоль зеленых полей Англии, под этим дождливым небом. Путешествие продолжается, приходите еще у гостей. Всегда рада всем моим подписчикам и друзьям.